У меня за спиной настоящая зона боевых действий. Именно здесь народное ополчение Архангельской области разбило лагерь, где ведется борьба со столичными захватчиками. И к этой войне приковано внимание всей России. Слово «ши» за последний год стало нарицательным. Это первый в российской истории пример самоорганизации общества. Поморцы и добровольцы из других регионов по законам военного времени день и ночь здесь несут вахту в глухой тайге. Просто я хочу жить, хочу дышать свежим воздухом, хочу пить чистую воду. Дело в том, что наша весьма дорогая столица сделала настоящий подарок жителям Архангельской области и Республики Коми. Им подарили свалку. Да не простую, а на целых 350 миллионов тонн мусора в год. Ну а чё? Место удаленное от центра, малонаселенные иностранцы не видят. Вали не хочу. Аборигенов решили взять нахрапом, а вернее измором. Вырыли яму и готовились уже везти сюда мусор. Но не получилось. От свалки узнали местные грибники и охотники. Без каких-либо согласований, без строительной документации, без разрешительной документации, значит, некая московская фирма, так сказать, появившись на наших территориях, никого не предупредив, ничего ни с кем не согласовав, стало вырубать лес, готовить площадку под огромное какое-то колоссальное строительство для завоза туда московского мусора. Это привело к колоссальным митингам в Архангельске. Возьмите! 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 И на удивление власть услышала народу, только выполнять законные требования граждан не стало. По уже сложившейся традиции решили применить силу. В лес нагнали людей в масках, которые стали избивать активистов. Бандиты, словно фашисты, в годы Великой Отечественной согнали мужчин и женщин в канаву и держали их там под долом автомата. Уродище морально! Кто эти люди в черном, никто достоверно не знает. Представители технопарка, то есть той самой фирмы, что строит помойку, говорят, что это сотрудники частного охранного предприятия. Но, вопреки закону, они почему-то ходят в масках и без знаков отличия. Почему ваша фирма наняла группировку бандитов? Давайте так. Да, давайте. Сколько их тут, этих охранников? Ну, где-то раза в три традиционно больше, чем протестующих, к сожалению. Кто зарплату платит? Кто зарплату платит, у них главная контора, находится в Зеленограде, как мы узнали. Бандиты в масках буквально заполонили тайгу. Они патрулируют территорию и сопровождают людей. Причем не только активистов, но также туристов и журналистов. Всех пристально снимают. На свои регистраторы и телефоны. Все это вынудило местных жителей создать настоящую систему самообороны. У российского обывателя, который следит за новостями не только первого и второго каналов, складывается ощущение, что ШИИС – это что-то наподобие турслета. Пара палаток, приехали пара активистов, развернули плакат и уехали. На самом деле, ШИИС – это целая система лагерей в двух субъектах Российской Федерации. И не только лагерей. Блок постов. А самое главное – система связи и склады, затаренные продовольствием. Ядро этой системы – базовый лагерь на станции ШИИ. Здесь в зависимости от потребностей одновременно могут находиться от 20 до 500 человек. Стоит только свистнуть, как по тревоге собираются мужики из окрестных селений. Так проще отбиваться от московских захватчиков. В лагере постоянно работает спутниковая и радиосвязь. Есть свой штаб и автономная электростанция. Раньше были вагончики, теперь приходится перебираться на зиму в палатки. Отапливаемся как можем. Дрова нам помогают лесники заготавливать. Народ уже едет на юга. Но кто-то остается. Есть ребята, которые готовы и на севере, и в зиму отстаивать наши пределы Родины. Сходим за водой, делаем запасы дров на зиму. Утепляемся, строимся. Позвозим потихоньку запасы. Люди помогают. Кто деньгами, кто едой, кто бензином, кто еще чем. Кто добрым словом, кто о нас может слово замолвить. Палатка называется Ленинград в честь базы, которая окружена со всех сторон, так же как блокадный Ленинград в 41-45, точнее в 44. Раньше было дня, там грели воду, теперь немножко переместились в помещение. Моемся так же на улице пока что. Фактически же здесь, в этом лагере, такое же ополчение, как на Донбассе зарождается в России. Есть у нас ребята, которые и там побывали, и здесь поприсутствовали, помогали, тоже делились опытом и точно так же привозили гуманитарку, как на Донбассе. Да, во многом очень похоже. На подступах к лагерю главный блокпост под названием «Костер». Именно он отсекает весь автотранспорт. Дальше на машине уже нельзя. По дороге рассыпаны противопехотные ежи. Чтобы не прошел транспорт московских помойщиков, пешком без проводника тоже не пройти. Но ежели кто-то чужой все же решится самостоятельно выдвинуться в сторону лагеря, то штаб будет как минимум предупрежден. Есть и у этого объекта и еще одна важная функция. Здесь встречаются два потока людей, провожающие, ну в смысле прибывающие и убывающие люди, которые приезжают сюда противостоять свалке незаконной. Так как дорога отсутствует, могут переодеть резиновую обувь, если у них свои отсутствуют. Им здесь снабжают теплыми вещами. Здесь все создано комфортные условия. Люди везут сюда своими транспортами, кто как может, пиломатериалы. Это все привезено сочувствующими людьми. Есть бессрочки, которые собирают деньги. Бессрочки стоят в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и даже Санкт-Петербурге. Самую значимую помощь оказывают активисты КПРФ. Вместе с руководителем обкома Александром Новиковым мы идем к месту сбора столицы региона. И вот то есть каждый день вахта стоит на площади? Когда хорошая погода, с детишками переходят. Здесь и тормоза с горячим чаем. Здесь вот товарищи как раз вот идут. Мешают вам тут? Сотрудники полиции? Например. Иногда приходят, спрашивают, как дела? Переписывают фамилии, наверное, да? Конечно. Уже всех давно переписали. Лагерь имеет несколько наблюдательных постов. Один из них находится на вершине рукотворной горы, созданной строителем полигона, и называется он станция. Отсюда прекрасно обозреваются все окрестности железнодорожной станции Шиес. Какие грузы поставляются строителям полигона и охранникам, какие составы приходят, ввезется ли топливо. Но увидеть и предупредить это только полдела. Здесь, в поморе, местные ополченцы построили блокпосты на всех дорогах, ведущих станции Шиес. Один из них находится на территории республики Коми. На нем досматривают все машины, что направляются в сторону строящейся помойки. В Сыктывкаре довольно много активистов. Разумеется, все против. Все пытаются что-то делать. То есть собираются волонтеры, собирают подписи неравнодушных людей. Также ездят на Шиес. Записали, приехали. И после того больше каждую пятницу дежурим здесь. Ребята, обратите внимание, сколько здесь флагов. Здесь и политических движений различных, и не политических движений, общественных движений. И все вот, где еще можно увидеть, например, советский флаг и флаг имперский рядом. В городах защитников Шиеса, безусловно, поддерживают. Этот пикет северодвинский проходит, несмотря на отвратительную погоду. На улице холодно, сильный ветер, снег с дождем. Камера все норовит замкнуть, а люди никак не расходятся. Благодаря опять экоактивистам и поддержке нашей партии коммунистов, ЛДПР, Справедливая Россия, да всех жителей города Северодвинска, значит, да, мы отстояли. Теперь у нас межмуниципального полигона на станции Рикосиха не будет. Но есть мегасвалка, которую планирует, значит, правительство области вместе с правительством Москвы на станции Шиес. Последний митинг собрал, допустим, там порядка двух с половиной тысяч, что было сказано, 500 человек. Поэтому доверия власти нет в этом плане. Причем они одну цифру говорят по всем городам области. У нас же в один день проходят в основном акции протеста. Последний раз я очень сильно удивился. У нас, сказали, 580, в Котлосе еще где-то одна цифра. Занижение, причем они одну ровную цифру дают. А тем временем жизнь на Шиесе течет своим чередом. Здесь свои проблемы. Например, как обезопасить лагерь от атаки боевиков, снующих по лесам с тыла. Или как не дать им отравить воду в колодце. Да-да, вы не ослышались. И такие попытки уже пресекали. И эти две функции совмещают в себе пост под названием «Крепость». А от кого охраняете? От нежелательных гостей, которые хотят загадить эту местность полностью. То есть представители вот той фирмы, которая строит свалку? Не только они. А кто еще? Доброжелателей хватает. Часто тут появляются чужие? Те, которые в черном частенько. Чоповцы? Да. Что хотят, что им надо. Компрометируют. Появляются, играют на нервах. Власть здесь держит народ за стадо. В местном райцентре Яринске повсюду идут ремонты. Тут тебе и дом культуры, и больницы, и даже здания администрации. Естественно, что за бюджетные деньги. Но преподносится это как благотворительность помойщиков. Чтобы активнее голосовали на общественных слушаниях, которые теперь после протеста все же придется проводить. Реакция народа соответствующая. Подкупить никого из людей не удается. Новшество у дома культуры довольно. Потому что я сама занимаюсь в хоре. И у нас нет ни одного уголка, где бы можно было заниматься чисто чем-то своим. Чтоб никто не мешал. Вот. Но чем это пахнет? Если свалку запустят, значит там дорога с пляски и на кладбище. Но если они додумаются и закроют весь свой проект, отмоют свои денежки, мы будем им за это благодарны. Если не уедут, но с собой-то они этого не выдерут, не унесут, нам оставят. Но надеемся, что свалки не будет. Отмоют деньги и уедут. А это нам подарок за мучение наше. Зато бюджетники готовы продать совесть, чтобы получить желаемый кусок. Пусть даже и не себе в карман, а хотя бы в копилочку своего предприятия. Вот в этом детском садике установили игровую площадку. Да и о рекламе не забыли. Поистине заведение контрастов. Рядом с разваливающимися стенами новые аттракционы, но это ничего. Старшие ребятки, они могут заниматься и спортом, и двигаться, играть в какие-то игры. А в обмен на что? В обмен на что? В смысле в обмен на что? В этом ремонтирующемся бараке сейчас свершатся судьбы поморцев. Понятно, что смертный приговор им выписали в Москве. Но все подписи ставят именно здесь. Глава администрации сбежал от журналистов. А у заместителя, похоже, весьма скромный словарный запас. Вам что, народ не нужен? Пожалуйста, выйдите. Выйдите. Не-не-не-не-не. Ну, продолжим. Ну-ка, расскажите, пожалуйста, кто ремонтирует здание администрации? Вот та самая помощная фирма из Москвы, да? Я с вами общаться не буду. За базарности кто бежал? Совесть продавать не стыдно было? Ну-ка, россиянам-то расскажите, зрителям нашим, как совесть продается? Сколько стоит? Почему ваш глава сбежал, как русского подвига? Знал, что журналисты приедут. Никто никуда не сбежал. Все на работе. Он прекрасно знал, что журналисты приедут. Это так он хотел перед народом отчитаться? Значит, сбежал. На все вопросы ответил. Нет. Вы не ответили на главный вопрос. Совесть сколько стоит ваша? Это была территория ГПТУ номер 32. Его, значит, закрыли, снесли все строения. Площадь приготовили для постройки новой начальной школы, которая в настоящее время у нас в аварийном состоянии. Но вместо начала строительства начальной школы открыли информационный центр «Экотехнопарк ШИС». Старый гнилой забор, в который мхом порос, привязали к дереву, вот, чтобы он не упал. Там дальше он упал. Ведь покрасили, додуматься, вот это все обрезали, все гнилое, и покрасили. Краски не жалко, денег не жалко. Этот павильон не раз уже подвергался атакам местных. Его уже и разоряли, и поджигали. Этой ночью, похоже, опять побили стекла. Жители Яринска в очередной раз пришли, чтобы высказать слова поддержки строителям помойки. Мы уже второй год бьемся, пенсионеры едем. Почему стройка остановлена? Да потому что народ пензовозы не пропускает, потому что вы меркнете там, потому что у вас нет горючего. Вот почему стройка остановлена. Москва, уходи от нас вообще. И зачем вы вот это все устраиваете, наших детей подводите до такой степени, чтобы они ополчились и шли на вас боем. У нас здесь мужики-охотники, рыбаки. Вы понимаете, какую вы бомбу хотите взорвать? Вы что творите? Народное проклятие очень сильное. И оно вам вернется с большой силой. Не на тебя лично, не на ваших всех, вот на вашу шайку, а на ваши все семьи. У нас дети не спят дома, дежурят, бензовозы эти не пропускают. Судите нас. За что судите? За то, что мы защищаем свою землю, своих внуков и детей? Такое впечатление, что вы специально называете, это вторая Украина, еще хуже Украины. Это все еще хуже. Неужели до вас не доходит? Пока в лагере несколько дней жили и работали журналисты, на шиесе все было относительно тихо. Только постоянное и весьма навязчивое присутствие боевиков в масках говорило об оккупации этой территории. Но открытых стычек московские варвары избегали. Стоило только нам уехать, как на блокпост костер было совершено нападение. Вот все, что удалось заснять дежурным. Ну все. После этого боевики похитились по старацию, а троих актеистов избили. Да так, что их крови увезли в реанимацию. Затем охранники разыграли целый постановочный спектакль на камеру. Видимо, для архангельского государственного телевидения. Один из них сначала лег на носилке. Сородичи пронесли его аж до поезда. А потом вуаля, он сам встал на ноги и зашел в вагон. Наверное, сценарист что-то не доработал. Мы здесь дежурим круглосуточно, у нас постоянно здесь пост. А сегодня нас набралось еще больше. Мы встревожены, мы просто переживаем о происшедшем сейчас на шиесе, о том, что избили наших троих роддомчан, мужчин. Поэтому мы очень встревожены, возмущаемся, переживаем и думаем, что это просто провокация очередная. Что просто хотят вынудить на какие-то экстремальные действия с нашей стороны. Здесь вот кругом Архангельская область, все окраины Архангельской области, глубинка. Это люди, которые испокон века, от отца к деду занимаются охотой. Есть свои определенные охотничьи угодья, есть свои места, и люди прекрасно знают, что такое охотник. Если кто-то еще не понимает, что такое охотник, то пускай посмотришь, что из себя представляют охотники. Очень страшно будет, если, не дай бог, здесь может случиться второй Донбасс.